Меня зовут Сергей, мой поздно Волына. Я временно выполняю обязанности командира 36-й бригады морской пехоты. 62 дня ведем боевые действия в полном окружении. Сейчас территориально находимся на заводе «Азосталь». Выполняем задачи вместе с подразделением полка «Азов» и другими подразделениями, которые оказались в окружении вследствие ведения боевых действий в городе Мариуполь. В двух словах. В нашей группировке есть более 600 раненых парней разного уровня сложности. Им очень нужна медицинская помощь. Здесь нет ни условий, ни медикаментов, ни персонала, который мог бы им помочь. У нас есть гражданские раненые, которым мы тоже даем помощь, насколько мы можем. С нами здесь находятся еще гражданские люди. Их здесь сотни, здесь десятки детей. Здесь много людей с ограниченными возможностями, много стариков. Ситуация очень сложная. Есть проблемы огромные с водой, едой, разнообразными припасами, всеобъемящие обеспечения войск, боеприпасов, сброи. Я уже не говорю об этом. Я провел обращение ко всем мировым лидерам. Я обращался к мировым дипломатам. Я обращался к папе Франциску. Я кричал, насколько я мог, чтобы нас услышали и применили к нам процедуру экстракции. Многие спрашивают и понимают, что это за процедура. Я хочу поставить в пример операцию по спасению в 1940 году. Вторая мировая война. Союзное государство. Там в главной роли Великобритания и Франция. В ходе боевых действий оказались на побережье Франции. И немецкие войска их полностью окружили. И от Гитлера лично поступил приказ остановиться и не вести подальше разгром, что дало возможность избежать катастрофы союзным государством и провести эвакуацию. По мере эвакуации было спасено более 300 сотен тысяч людей. Эвакуацию проводили как только могли. Катерами, кораблями, гражданскими судами, ариобалорическими шкунами. Спасали людей и гражданские, и военные, и разнообразные организации, и люди, которым было просто не все равно. Сегодня мой основной посыл. Спасите гарнизон Мариуполь. Проведите к нам процедуру экстракшн. Сегодня 940 год. Сегодня 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые в бою погибнут. Гражданские погибают здесь вместе с нами в бункерах, в частных домах, в многоэтажках, где их просто расстреливают. Не знаю, там, зная или не знаю, что они там находятся, но это огромная проблема. В городе погибло очень-очень много людей. Город практически стер с лица земли. Спасибо вам. Мы очень надеемся на вашу помощь.